Подошли к концу длинные новогодние праздники, и нужно вновь возвращаться в ритм рабочих будней. Переключиться с отдыха на продуктивную деятельность бывает непросто. По данным исследований Superjob, 64% нижегородцев тяжело включаются в работу после новогодних праздников. При этом четверть респондентов никак не пытается снизить постканикулярный стресс, а 10% с первого дня с головы погружаются в работу. Для облегчения первых рабочих дней января каждый 20-й нижегородец использует практики самовнушения и медитации. Вовсе не испытывает стресса в январе только один из трех работающих респондентов, а 6% опрошенных стараются высыпаться и больше заниматься спортом. А так, если активничать, куда-то ходить, с друзьями видеться, то намного проще, если есть мотивация какая-то. Ну и люди рядом. Да, сложно. А в чем сложности основные? Ну, переключиться с отдыха на более серьезную работу. Особенно, если она требует концентрации, ну тут, конечно. Нет, очень даже хорошо и приятно. Поскольку я не являюсь, так сказать, алкоголиком, скажем так, то мне без разницы. Единственное, что у меня в празднике ночной ритм вырабатывается. А потом, соответственно, утром не очень здорово. Но это за неделю проходит без последствий. После выхода на работу люди часто чувствуют упадок сил и настроение. Чаще всего трудности испытывают те, кто проводил новогодние каникулы лениво. Спал, лежал на диване, много ел и практически никуда не выходил из дома. В таком случае, в первую очередь, нужно наладить режим сна. Ложиться и вставать примерно в одно и то же время. А также скорректировать рацион. Психологи рекомендуют входить в работу плавно, заранее подготовившись к текущим делам. Зная свой график, потихонечку включаться. Ну, не нужно резких таких перепадов. Зная, что там предстоят какие-то определенные дела, задачи, продумать. Ну, включаться, ну, хотя бы вот денька за два примерно до выхода. Чтобы это не было резким таким перепадом. Плавность, постепенность, вот она как-то тут очень уместна будет. Стоит добавить в свою жизнь физическую нагрузку. Например, ходить на работу пешком, делать зарядку, активно проводить свободное время на свежем воздухе. В среднем возвращение к привычному ритму занимает от двух-трех дней до двух недель. Детям еще сложнее, чем взрослым, выйти из размеренных выходных дней. В это время для них очень важен режим дня. Полноценный сон, рацион, активность. Также детям стоит сократить время для использования гаджетов. Совет на будущее. Отдыхайте правильно. Разбейте длинные каникулы на несколько этапов, постепенно приводя себя в норму. К концу праздников питайтесь умеренно. Больше гуляйте и пораньше вставайте. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Светлана Ярунова, Сергей Рябов.